Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных отчетах, которые влияют на динамику финансовых активов. Сегодня на повестке экономического календаря данные по темпам экономического роста английской экономики. В 6.00 по GMT ждем этот релиз. Далее в 12.30 по GMT статистика по ВВП Канад. И в 12.30, то же самое время, только уже смещаем фокус на американские фундаменты, блок статистики США, личные доходы, личные расходы и важнейший релиз не только в текущей торговой сессии, но и скорее всего даже в рамках всей недели, это индекс PCI, индекс расходов на личное потребление. Тот самый релиз, который принято интерпретировать как наиболее предпочтительный индикатор для Федрезерва в оценке текущей ситуации с инфляцией. Это тот самый отчет, который напрямую повлияет на будущее действия американского регулятора, на доллар, на доходность американских облигаций и, соответственно, будет формировать рыночное настроение. Мы ждем эту статистику на протяжении всей недели и я очень рассчитываю на то, что после выхода сегодняшнего релиза мы с вами еще дополнительно убедимся в том, что у Федрезерва не так уж и много оснований для того, чтобы брать и вносить корректировки в проводимый вектор денежно-кредитной политики. Я отношусь к лагерю трейдеров, которые все еще сомневаются в том, что местный будет снизить процентную ставку в сентябре, но для того, чтобы этот лагерь стал более обширным и к нему подключилось большее количество трейдеров и инвесторов, нам нужно получить сигналы об усилении инфляционного давления в США. Также ранее комментировал, что, в принципе, это вполне реалистичное ожидание, тем более, что у нас есть прецеденты в виде других стран, где инфляция снова начала демонстрировать восходящую динамику. И в Штатах, учитывая показатели по индексам активности производственного сектора и сферы услуг, учитывая все еще сильный рынок труда и высокие показатели заработных плат, я прям практически не сомневаюсь в том, что мы можем увидеть более высокие значения и индекса потребительских цен. Индекс доллара сейчас торгуется на уровне 105.70. Американская валюта очень уверенно себя чувствует, доллар бы становался выше 105 пунктов и претендует на то, чтобы выйти к новым максимумам. Мы ждем именно подобного развития событий, потому что доллар достоин, чтобы торговаться выше. Если даже обратить внимание исключительно на вчерашнюю торговую сессию и приближаться по хронологии выхода фундаментальных отчетов, я думаю, вы со мной согласитесь, что все эти релизы оказались попутным ветром для доллара, потому что все отчеты не разочаровали трейдеров. Темпы экономического роста ВВП США в первом квартале оценка 1,4% с прошлого значения 1,3%. Заявки на пособие по безработице 233 тысячи. Обращение за прошлую неделю прогноз предполагал рост на 236 тысяч. Заказы на товар длительного пользования положительная динамика плюс 0,1%. Прогноз был минус 0,1%. Сегодня, друзья, фокусируемся на личных доходах и личных расходах. И здесь по содержанию и прогнозам, которые мы можем заметить в экономическом календаре, нас ждут также сильные данные. Личные доходы могут вырасти на 0,4% с прошлого роста на 0,3%. И личные расходы, соответственно, логичным образом тоже должны подрасти на 0,3% с прежней оценки на 0,2%. Отсюда делаем вывод, что если растет потребительская активность, конечно же, на рынке нельзя не касаться темы сохранения инфляционных рисков и предпосылок для роста инфляции. И в этой связи я не думаю, что ставка на то, что индекс PC, индекс расходов на личное потребление, сегодня дополнительно может поддержать доллар, она уж прям такая необоснованная и неоправданная. Я думаю, что значение в лучшем случае останется на прежнем уровне 2,8%, но если все-таки повезет покупателям с учетом предстоящего релиза и содержания экономического календаря, то данные могут оказаться выше, чем котировки и уровни прошлых периодов и, соответственно, придать дополнительное ускорение американскому доллару. Ждем закрепления индекса доллара выше 106 пунктов, целевой ориентирша 106.50 и потенциальное движение выше. Я не сомневаюсь в том, что доллар останется лидером роста и при текущем фундаменте нужно просто смириться с тем фактом, что американская валюта действительно достойна, чтобы сохранять вот этот обычный уклон. Золото – 1321 доллара за тройскую унцию. Жду продолжения развития нисходящей динамики на фоне укрепления американского доллара и восстановления доходности американских облигаций. Сегодня после индекса PCI у продавцов будет очень хорошая возможность, чтобы напомнить о своем присутствии на рынке и продавить золото в район поддержки 2300 долларов за тройскую унцию. Евро против доллара также консолидируемся ниже планки 1.07, ждем новые минимумы, макроэкономический фон, он, честно говоря, нас не баловал из еврозоны в рамках этой недели, но отчетов практически не было. Из второсортных релизов стоит отметить последнюю статистику по потребностроениям, которые ухудшились с 96.1 до 95.6. И снова делаю отсылку на мнение чиновников Европейского Центрального Банка, представителей ЦБ Оли Рена, Класса Кнота и Филиппа Лейна, которые выступают за идею еще двух снижений ключевой процентной ставки в Европе, что будет усиливать давление на евро. Политические риски тоже никуда не делись. Мы в понедельник с вами прям обсудим предварительные результаты первого тура парламентских выборов. Будет о чем поговорить, но ранее уже был акцент на то, что власть меняется и постепенно переходит к ультраправым партиям. Это тоже повод для того, чтобы обсудить перспективы политические и экономические для еврозоны, но на текущем этапе, с позиции собственного опыта, могу сказать, что сам факт неопределенности на рынке будет точно выступать еще одним якорем для главного валютного риска, то есть для европейской валюты. Фонд против доллара 1,2630. Вчерашний отчет Банк Англии показал то, что домохозяйство испытывает самые серьезные трудности с оплатой кредитов со времен кризиса 2008 года. И тут же хочу напомнить вам, на чем сейчас оппонент Риша Суннко Стармис отстраивает свою позицию. Он делает акцент на то, что не допустит и не допустил бы настолько значительного ухудшения уровня жизни британских домохозяйств. Я думаю, что эта ставка может выиграть действительно только лишь потому, что американские, точнее британские домохозяйства сейчас переживают не самые лучшие времена из-за роста цены и снижения реальных доходов. Поэтому политические риски в Англии, они могут быть даже более значительные, чем в странах Европы. И это будет тоже фактором, который продолжит топить позиции британской валюты. Сегодня ждем отчет по темпу экономического роста Англии за первый квартал. В годовом выражении ожидают, собственно, те же самые значения 0,2% без изменений. Но если будут негативные сюрпризы, то, пожалуйста, еще до выхода данных из США мы можем получить основания для того, чтобы дальше шарфить фонд сливым ориентиром на отметке 1,25. Доллар иена, друзья, максимум был уже 161,26. Текущей котировки 160,90. И девальвация иены продолжается. Прямо самый настоящий обвал. Причем фундаментальный фонд, если копнуть чуть поглубже, он дал основания для того, чтобы иена укреплялась. Рынчные продажи выросли на 3% против прошлого значения 2%. И это предпосылка для усиления инфляции. Вышедшие буквально несколько часов назад токийские показатели по инфляции 2,3% со 2,2% это основания для того, чтобы Банк Японии начал или продолжил, так вот скажем, повышение ключевой процентной ставки, потому что Банку Японии именно и нужно было, чтобы инфляция росла. Но, видимо, спекулятивный прессинг, наверное, настолько значительный сейчас, что остановить девальвацию иены могут лишь прямые вмешательства японского регулятора и Минфина в то, что происходит на валютном рынке. То есть прямые валютные интервенции. Скорее всего, Банк Японии подождет выхода данных по индексу PCI. Если осознает, поймет то, что у доллара появилось еще больше оснований для роста, то эти интервенции могут последовать уже до закрытия текущей торговой сессии, либо с начала торгов в следующей неделе. Будьте готовы, друзья, к ним, потому что валютные интервенции – это всегда очень мощные резкие движения. Я за обвал пары доллар-японской иены и снижение ее ниже отметки 155 иен за доллар. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего закрытия недели. Всем пока!